всем привет друзья с вами маракаси так посмотрим бой на новый птсу зубр и также узнаем много свежих новостей мира танков и так начнем мы с одной из важнейших новостей это то что разработчики объявили о выходе новый огнеметной ветки нации сша соответственно новость уже сколохнула немножечко рандом потому что ну вот после ввода одной только машины премиум на 8 уровня советской огнеметный уже люди соответственно были в шоке потому что она уже вынесла много хаоса в рандом и вот разработчики все-таки решили вообще лес то это такая компания как я понимаю она если что-то делает она не любит соответственно это останавливать переделывать то есть они полномерно вот свои планы строят неважно кто там что говорит что с одной стороны и порой бывает действительно полезно но с другой стороны если это их тактика их подведет то это может закончиться коллапсом посмотрим чем это все закончится но на данный момент очевидно что огнеметные танки особенно в количестве целой ветки могут серьезно повлиять на дальнейший рандом он сейчас уже этот рандом кряхтит пыхтит как только может там тужиться и потому что чего только не наводили за последнее время и хотя бы взять вот эти новые фугасные китайские танки у которых там с двух выстрелов фугасом с пробитием огромный урон соответственно ветка будет начинаться с восьмого уровня верни нет 7 извиняюсь танка похоже шермана какой-то там разновидности потом идет танк под названием tf3 это восьмой уровень потом идет девятый уровень тф4 f это возможно ну fire то есть или там как-то так вот ночь что-то огнеметное короче ну судя по тематике потом астрон фл десятый уровень также на картинке можно увидеть примерно как эти машины будут выглядеть это конечно все очень любопытно также будет особый танк акционы девятого уровня тф2 кларк который можно будет получить за выполнение операции компании новые горизонты после релиза ближайшего обновления игры случайных боях вы сможете встретить тяжелые огнеметные танки техника проходит тестирование вот что написали разработчики таким образом можно сделать выводы что уже скоро в рандоме мы сможем увидеть что из себя примерно представляет эти танки их будет конечно не очень-то и много потому что тестера в целом не так-то и мало не так это и много вернее но все равно они будут встречаться и в любом случае наводить беспредел своими огнеметами и конечно интересно как огнеметная техника будет проявляться на девятом десятом уровне потому что мы еще и не видели этого и друзья хотите выиграть золото укажите свой игровой ник в комментариях и не забудьте соответственно ну вообще там написать что-либо по поводу видео также стоит отметить что понимаете ники только с мира танков такие вот дела друзья но сейчас давайте немного поиграем на сайте водки . ком и попробуем выиграть какие-нибудь интересные призы соответственно крутим главный кейс вообще сейчас до сих пор проходит акция 50 процентов на категории поэтому выгодно по-прежнему приобретать категорию любую ну хоть золото хоть танки хоть главный кейс ну и давайте сейчас выберем какой-либо из вариантов ну смысл тут довольно прост надо любой кейс стыкнуть выбирают этот четвертый получает 1000 золота то есть в каждом кейсе скрыты разные соответственно плюшки еще один вариант так пробуем но тут конечно можно конечно быстро тыкнуть любой но сейчас вот подумаем немножечко я думаю открою на все-таки средний кейс и ура револю разы падает замечательно забираем конечно же его но еще одну попыточку на всякий пожарный так скажем на всякие огнеметный может так выразиться посмотрим что выпадет так 500 золота падает в принципе неплохой вариант тоже учитывая что я уже выиграл прям танк поэтому в целом доволен уже но на всякий случай еще одну круточку сделаю вот сейчас бесплатная каждая шестая игра бесплатно сайте посмотрим что из бесплатного кейса выпадет выпало 200 золота ну и также друзья не забывайте что внизу если прокрутить сайт вы можете найти бесплатный розыгрыш золото на сайте также вы можете пополнить счет с промокодом моим супер 777 дает бонус 15 процентов при пополнении и кроме того вывести можно легко золото сайта то есть все что вы играете выводится довольно таки быстро и гарантированно и кому интересно ссылка на сайт а также промокод находится в описании так что всем удачной игры ну а теперь переходим как всегда к новостям насущным разработчики решили апнуть некоторые танки грядущим обновление и выбор танков весьма любопытный например разработчики довольно серьезно апнули британскую птс а у девятого уровня торт то есть который на мой субъективный взгляд взгляд является вообще одним из лучших танков 9 уровня ну среди таких вот медленных но очень опасных по орудию соответственно если посмотреть на машину то можно увидеть некоторые изменения в разбросе орудия было 033 стало на 03 это в лучшую сторону время перезарядки было и до того быстро 5 6 5 2 время сведения было 17 стала 1 и 5 и бронепробитие было 220 стало 230 это если что на стоковом орудии на топовом орудии было бронепробитие 252 сделали 274 и немножечко подняли стоимость орудия не критично в целом об конечно не сказать что крыша сносной но машина и так в целом на мой опять-таки взгляд весьма сильная станет еще сильнее и я считаю что это даже хорошо потому что мне так то есть в принципе нравится ну и тут вниз не сказать что его перья поле как-то просто он будет еще более интересным идем к следующему а по это у нас тоже британская потасала t15 опять-таки все аналогично разброс орудия чуть уменьшили то есть точность на расстоянии станет лучше время перезарядки было 6 и 6 секунд сделали 6 секунд всего то есть на 0 6 секунды апнули это в целом довольно хорошая прибавка в дпм где-то 10 процентов как раз время сведения было 21 сделали 17 бронепробитие вернее за низ бронирование рубки было 101 миллиметр сделали 254 миллиметра бронирование корпуса было 228 миллиметров сделали 254 бронирование корпуса маска орудия было 127 сделали 152 миллиметра бронепробиваемость снаряда было 220 делали 230 и на голде было 252 сделать 274 и в общем в целом довольно таки неплохо апнули т-28 прототип американского потасал тоже апнули мощность двигателя было 607 сделали 740 брони бронирование лба башни было 203 сделать 254 и прочность башни было 1150 сделать 1300 в целом в целом машина довольно устарела наверно хорошо что и опыт как ты уже многие про нее и забыли если честно м6 немножечко понерфили было 038 сделали 42 у него разброс время перезарядки орудия было 7 секунд сделали 8 секунд и уменьшили соответственно еще стабилизацию ну наверное это связано с тем что танк все-таки был перья по немножечко джуню китайский танк тут изменение времени перезарядки орудия было 68 сделали 5 и 5 секунды что довольно сильный по моему ап не знаю вообще этот танк если честно видел его в рандоме но сам не играл время перезарядки орудия было 6 и 4 сделали 5 и 2 опять-таки это ну видимо два орудия разных и еще одно орудие было 96 перезарядка сделали 7 и 2 ну короче все орудия подапали у этого танка если есть те кто на нем играет играет вообще можете возрадоваться также леста похвасталась тем что раздала из бутылок вот этих вот лимонадных много золота 92 миллиона двести восемьдесят шесть золота соответственно из каждой бутылки есть шанс гарантированно получить 250 500 тысяч либо 10 тысяч золота в целом довольно таки неплохо опять-таки если вы любите пить всякие такие не самые может быть здоровые напитки но иногда можно и так некоторая информация также с европейского сервера правда эта информация также может подходить и для лест я думаю отличие тут не такие большие как может показаться до обе эти совершенно разные компании имеют якобы разный подход но в принципе если сравнить то получается очень похожие обновления ну взять хотя бы одиннадцатые уровни на лесте будут одиннадцатые уровни world of tanks на европейском сервере тоже они будут и сейчас все говорит о том что одиннадцатые уровни прям танки будут в игре не могу конечно говорить про лесту но wargaming уж точно хотя нужно как я уже сказал что то что это в принципе одно и то же поэтому соответственно вы можете сделать вывод что ну как-то в начале может быть и можно будет относительно недорого или может быть даже вообще бесплатно но кто знает может быть так уходя устроит чтобы заманить игроков получить танк одиннадцатого уровня может быть будет какой-либо марафон либо еще какое-либо событие где можно будет прям танк одиннадцатого уровня заполучить но потом как всегда уже одиннадцатые уровни возможно не так часто но будут продаваться и соответственно это возможно будет уже такая палка нагибалка потому что одиннадцатые уровни явно уже сейчас видно что гораздо сильнее десятых и тем более девятых уровней также world of tanks готовится лбз 4.0 опять-таки у леста тоже новая компания лбз будет новый лбз находится в активной разработке на самом деле уже длительное время процесс идет этот полностью новая концепция плюс некоторые фишки старые лбз при этом останутся релиз после закрытия игры в обновлении вот 2.0 но эта шутка на самом деле понятно что никто не будет ничего закрывать пока проект приносит больше денег чем отнимает соответственно просто имеется ввиду что идет там тоже глобальный такой мегапатч который якобы многое поменяет в игре это уже будут другие танки но посмотрим на этом все друзья спасибо что досмотрели до конца желаем вам удачи пока пока пока